То есть это так называемая самая главная страница. Мы конкретно переходим на новый обновленный интерфейс. Чисто оформление идет у нас. Как раз объем территории плагинов. Вот у нас появилась эта самая сердечка. Вы можете ее нажать, тем самым вы добавляете себе в избранное данное плагин. Потом, когда вы открываете непосредственно свою карточку, в данном случае она находится в самом-самом низу, у вас есть фаворит. Ваши избранные. Здесь непосредственно будут ваши плагины, ваша тема. И таким образом вы можете быстро, оперативно, буквально в 4 секунды найти тот или иной функционал. Очень важно и очень удобно условно... Я сейчас как раз уже конкретно предметно покажу многие моменты. То есть, заходя в консоль, вы уже, как видите с правой стороны, получаете более полную статистику по вашим сайтам. Что однозначно является удобно. А вот это внешнее изменение, добавление тени и так далее, это так называемый материальный дизайн. Если кто уже сталкивался, пробовал работать. Это следующий плагин, который сейчас разрабатывается в скорое время. Он уже есть, первая бета-версия опубликованная. Потом будем дорабатывать, соответственно, полностью копируя материальный дизайн в админ. Если мы с вами перейдем непосредственно в раздел плагины. И откроем с вами раздел. Добавить новый. У вас есть, так называемые, любимые. После того, как вы в данном разделе ведете свой никнейм из WordPress.org, вы непосредственно сможете буквально в одном нововине на тех сайт, с которыми вы работаете, получить список... Что-то он не хочет, сейчас проверим. А вот здесь он не захотел работать. Регистр имени важен? Что? Регистр имени важен? Нет. Он по умолчанию будет маленьким буквами. Сейчас мы перейдем на другой сайт. То есть, даже раздел плагины. Добавить новый. Раздел любимые. Мне кажется, здесь фильтрация ума-мейла нам немножко Wi-Fi блокирует доступ. К этим... В общем, смысл в чем? Здесь вы непосредственно получаете точно такой же список ваших плагинов, которые вы поставили именно с звездочкой, не звездочкой, с середчиком. В таком же самом списке. Всегда быстро и претензий сможете их добавить. А то, как в магазине витри мы смотрим, выбираем, потом у тебя уже возьмите смотрим. Да. Теперь давайте мы с вами пройдемся дальше по следующим плагинам, которые необходимо вам установить и вообще необходимо использовать. Следующие крупные такие плагины непосредственно для SEO-оптимизации, которые наиболее самые крупные, это ESCIO и непосредственно LN1. Значит, включим обновленный интерфейс. Кто себе устанавливал какой-либо из этих двух плагинов? Остальные посевы плагинов вообще не ставили. Смотри кем. Остальные посевы плагинов, а кто не ставил, если еще не надо, если все равно это поверить? Давайте. Пока. Я понял. Смысл в чем? Для того, чтобы вашу новость, условно, если мы... Да. Сейчас я вернусь. Понимаете, когда мы с вами вбиваем тот или иной запрос, в результаты выдачи вы имеете следующий момент. Это заголовок. Это тот самый title, который вы пишете в названии именно вашей новости страницы. Дальше идет адрес, опять же, которого вы... Здесь в данном случае главная страница, а можно посмотреть уже более другие страницы. Дальше вы имеете... Именно видите description, то есть описание. Это тот самый маленький текст на 256 символов, который необходимо... То есть если вы его не задали, а мы еще, кстати, проверим конкретно на этом сайте. Задан у вас он или нет. То есть вы можете открыть там сайт, открыть исходный код. И вот здесь вы видите в данной строчке, в мета, то, что ребята используют... Так, вот это так, пока не вижу. У вас ест идет, получается, плагин, не помните? Естовский. То есть здесь прописывается отдельно строчка. Это некая инструкция именно для посковиков, что у меня название такое-то. То есть мы с учимом, у вас название новости может быть одно, но конкретно для посковиков вы можете сдать совершенно другой заголовок. Другое название именно. То есть, условно, там у вас будет написано там новость про Россию, ниже вы напишите там поздравляю с Новым годом. Тем самым у вас в результатах выдачи именно будет тот заголовок, который вы задали по умолчанию именно для посковика. Будет описание и дальше будет идти непосредственно к ключевике. Но, открою вам маленький секрет, что сейчас ключевые слова, они не столь важны для работы, уже не индексируются. Посковые системы все-таки больше отдают предпочтение именно качеству вашего контента, насколько он уникальный. Насколько интересно и уникально именно неповторяющийся текст написали то или иное новости, либо то или иное статьи. Соответственно, вы установите плагин, у вас появляется в нижу каждого поста, каждой странице, каждой новости дополнительный блок, метаболки так называемые. Там уже будет непосредственно вот эти все моменты. Вы прописываете либо ручками, если не прописываете, посковая система автоматически берет их из самого контента сайта. Вот эти моменты. Это так называемая карта сайта. То есть, когда вы добавляете карту сайта себе непосредственно на территорию, установив плагин, нажали кнопочку сгенерировать, потому что первый раз придется сгенерировать, либо опубликуете новость, и он автоматически обновит этот файл. Google подхватывает данную карту сайта, и в дальнейшем он отображает именно те наиболее самопопулярные разделы, которые находятся именно в этой сайте map-файле. Таким образом, вы можете уже манипулировать данным вопросом. Во-первых, о объеме, конкретно какие страницы после индексации, вы можете редактировать уже в самом Google Webmaster. То есть, заходите там, так называемый, есть раздел, то есть, постоянно горячие ссылки, и уже либо их добавляете, либо удавляете то, что вам требуется, то, что вас устроитель устраивает. И, соответственно, увидите результат, дальше у нас идет следующий текст. Возвращаемся. Зачастую после установки разница между этими плагинами небольшая. Давайте сейчас мы с вами посмотрим конкретно на картинках. У нас здесь имеется. То есть, это у нас базовые настройки идут. То есть, в настройке самого плагина вы отмечаете конкретно для каких постов вы будете выводить те или иные характеристики. То есть, для всех записей, либо конкретно вам нужно выводить эти настройки только для страниц, только для, допустим, там, отдельных для тегов, форматов, категории, для уникальных пользователей, допустим, зарегистрированных на вашем сайте, тоже можно дать на индексацию. Это уже непосредственно, как я говорил, имеется главная страница. Давайте мы ее откроем побольше. Как я уже говорил, то есть, в рамках, допустим, вот этих крупных плагинов по оптимизации имеется уже встроенный набор. Такие, как генераторы, вот эта так называемая карта с сайта, сайты мап с социальной иконки, генератор робота XT, но в данном случае вармитфайл придется наполнять, самостоятельно заполнять. Опять же, в процентском интернете ищите вариант, который вас устраивает, либо с мануалом вставляете свою инструкцию и публикуете ее. Редактор файлов, и здесь есть большое количество, даже у нас есть эксперт-инфицированных видео, сайта мап и так далее. Дальше посмотрим. Что? Они, именно, скажем так, идет публикация в социальной сети. Для того, чтобы у нас работал контакт, нужно конкретно... Есть такие плагины, которые после публикации новостей на сайте позволяют публиковать данную новость в группе ВКонтакте. Есть большое количество ресурсов. Такие сайты, опять же, в поиски можете вбить. И это большое количество, которое позволяет именно либо самостоятельно вести данную деятельность, то есть вы пишете ручками и указываете социальной сети, куда хотите публиковать, либо непосредственно автоматически. То есть подключаете RSS-ленту, так называемую, когда, допустим, у вас именно так называемая лента новостей. Уже, наверняка, многие не помнят, но раньше был один из таких самых популярных ридеры, так называемые RSS были. Очень долгий инструмент, но их до сих пор пользуются. Не контакты, лент, новости, да, а именно некие инструменты, где непосредственно погружаются все обновления сайтов. Берете информацию с этих лент и не вследствие идет публикация с определенным интервалом на социальные сети. Опять же, это в частном вопросе, кого тут устраивает функционал, кого тут не устраивает функционал. Многие плагины, опять же, в зависимости от вашего контента, могут публиковать правильно или неправильно. Допустим, публикуете вы рецепты, у вас идет сначала список инридиентов, условно, да, не описание данного рецепта. У вас может некрасиво идти отображение. В любом случае, весь этот материал вы можете при наличии, допустим, программиста штатного, либо обратившись в какую-либо студию, обратившись на тот же самый фриланс, только поаккуратнее, предоставляя права разработчикам, да, решить тот или иной функционал, потому что любая тема, любой плагин – это база, то есть он построен на написанной языке PHP, приблизительно это одно и то же, да, немножко подчиняется разным правилам, имеет разный приоритет в рамках самого движка WordPress. То есть вы можете, скажем так, не ограничивайтесь конкретно в рамках того функционала, который у вас уже имеется, да, за счет плагинов, а это огромное количество уже на площадках, и многие из них переведены, процентов больше половины уже имеют, наличие низких языков, вы можете расширять, пробовать тот или иной функционал. Единственное, зачастую бывают моменты, зачастую, да, только процентов 15-20 людей получают именно на выходе тот результат, который они хотели. Часто приходится прибегать к помощи именно программистов для того, чтобы допилить тот или иной функционал, ту или иную идею, например, взяв за базу именно какой-то определенный плагин, для того, чтобы конкретно под ваш проект. Такое огромное количество может работать. Так, возвращаемся. Но более подробно картинки у нас нет. Давайте с вами дальше посмотрим. Зачастую многие темы, бесплатные, в платных, огромное количество виджетов, огромное количество областей для вывода этих виджетов, огромное количество мусора, зачастую, ну, вы сами прекрасно понимаете, да, вы покупаете за большие деньги большой набор функционалов, зачастую, который вы не используете. Будете использовать только, дай бог, половину. Есть, многие, допустим, есть проблемы непосредственно с отображением и увеличением картинок. Вам необходимо какую-то картинку понажать и увеличить, у вас такого функционала нет. Вы можете установить плагин и с вероятностью 90% такой плагин у вас заработал без каких-либо доработок. Я рекомендую вам использовать следующий плагин, сейчас вам скажу, Image Zone называется. То есть, достаточно установив один раз, вы получаете в таком формате, когда вы публикуете стульную галерею, получаете уже определенный результат. То есть, по нажатию у вас открылась картинка, и с релочкой на акулаторе левая мышка может переключаться между этими картинками, что очень-очень удобно. Большое количество слайдеров. Опять же, рекомендуем этот слайдер для того, чтобы вам необходимо либо в какой-то статье, либо на главной странице реализовать какую-либо карусель. Опять же, можно приобретать в помощь программист, который напишет определенные функции, либо маленький плагин, который добавит раздел тоже с андослайдера, и в рамках будет уже реализовать тот или иной функционал. Либо достаточно самостоятельно сможет установить данный плагин. Он крайне-крайне простой. В использовании после активации у вас появляется слева сторона раздел. Это слайдер. Дальше вы издаете название слайдера. Вот здесь вот издается. Нажимаете кнопочку Add Slider, выбираете картинку, либо несколько картинок, которые вас интересуют. Они добавляются, можно сразу добавить. Описание имеется на строчке для всего, чтобы каждая картинка индексировалась поисковиком. Дальше выставляете параметры для вашей картинки, то есть показывать точку, количество слайдеров показывать, не показывать, выравнивать, ширину, высоту сдаете. И, соответственно, на выходе вы получаете шорт-код. Некую, скажем так, аббреватуру, строчку, заключенную в квадратные скобочки, это называемый шорт-код. Смысл в чем? Вместе вот этой строчке, в квадратных, допустим, там, слово с индексом, каким-то определенным, номером, в квадратном скобочке будет подставлена в ваша галерея. То есть в самом ядре WordPress для разработчиков есть всего лишь несколько вариантов для того, чтобы вывести ту или информацию. То есть мы выводим непосредственно те, кто разработает платье на тему, информацию через шорт-коды. То есть, допустим, в этом месте нам нужно вывести галерею. Написали условно, да? Либо добавить тот или иной функционал, допустим, либо вывести таблицу цену, условно. Используем такой шорт-кат, который загенерил плагин ранее. Или у нас имеется виджет, опять же, да, можем писать плагин определенного виджета, задать области, можем вводить теленые картинки. Уникальность именно платформы WordPress заключается в том, что ребята, авторы самого ядра, интегрировали репозитории плагинов и репозиторий тем в само ядро движок. То есть вам не нужно лезть на сайт и скачать различные темы. У вас есть единый источник с поиском, который интегрирован. То есть у вас непосредственно есть сайт, где вы можете скачать архив и можете сделать непосредственно за самой консоли, нажав буквально пару кнопок. Более того, сейчас установка ее даже без перезагрузки страницы. На активацию требуют перезагрузку страниц, потому что добавляется в пункт меню. Многие моменты реализуются. В поиске по словам вбиваем тот или иной функционал. Допустим, да, вот файл робота.xt. Мы его активировали, буквально в одно нажатие. Появился раздел, открыли раздел. У нас есть общий обучающий ролик. Представьте, что у вас есть коробка, в которой лежат дорогие ванги. Ну, посмотрите уже соответственно дальше самостоятельно. Нажимаем задать оптимальные настройки и сохраняем изменения. Дальше вам система уже автоматически скажет, что файл формируется динамически. Если у вас файл txt.robot уже есть в корне, у вас будет красная надпись. То есть файл по факту уже имеется. Необходимо удалить, соответственно, скопировав предварительные настройки. И это оптимально будет вам в дальнейшем для работы, потому что вы установите плагин для все оптимизации и так далее, и будете замечать, что он не работает. Не будет он работать именно потому, что у вас физический файл присутствует в территории. Вернемся дальше в раздел плагины. Хорошо. Один маленький момент крайне-крайне полезен будет для всех и очень крайне интересен. Наверняка у каждого есть сайт. На всех сайтах вы видели такую уникальную возможность как заказать обратный звонок. крайне интересная и уникальная такая возможность для того, чтобы именно задержать клиента, получить максимальную отдачу решения той или иной проблемы. Теренника будешь использовать той или иной функционал. Теперь смотреть достаточно интересный момент. На своей практике я имел сотрудничество с двумя компаниями. Это Up2Cal и Leadback сервиса. Всех рекомендую, даже я бы сказал в обязательном порядке установить данный плагин для того, чтобы хотя бы попробовать. Нажимаем установить. Опять же, буквально там установка занимает считанные секунды. Уникальность данной именно компании это не реклама и это ваша возможность попробовать тот или иной сервис. Ребята дают 20 минут бесплатно на общение в течение нерывничного времени, в течение месяца. Вы можете воспользоваться этими минутами. Но уникальность данной компании заключается в том, что они имея тарифный план оплатив условно там за 20-600 рублей вы получаете неограниченный период использования этих минут. Другие конкуренты, допустим, аналоги по данному направлению в обязательном порядке минимум за одного клиента-пользователя просят тысячи рублей в месяц за определенное количество минут. и в конце месяца они сгорают. Вам приходится платить отдельно. Данный сервис оплатив условно там тысячи рублей 600 рублей за 20 минут позволит вам на протяжении полугода пользоваться этими минутами. Пока они не закончатся. Это очень удобно и действительно уникальное предложение для всех. То есть у нас появляется опять же раздел с левой стороны летбэк. Мы заходим регистрируемся. Если есть возможность попробовать буквально сейчас мобильник пройти регистрацию. Справа у нас регистрация. Заполним данные. Этот момент мы вырежем и потом изведем. Стоп, стоп, стоп. Я тоже могу вопросить. У нас есть очень часто сталкиваемся с тем, что у нас 10 сделан на левопресс и они нуждаются переноси. Насколько при какой-то работе переноси на левопресс на левопресс или на левопресс А это зависит от того функционала, который сделал непосредственно в самой теме. На самом деле у вас есть уже уникальная возможность у вас есть уже внешнее оформление HTML-код в написанной стиле. Само оформление у вас оформлено сделано в внешнем ряду. Единственный нюанс заключается в чем? Вам необходимо перенести именно функционал вывода, статьей, работу того или иного раздела, формирование меню и так далее. Это, я бы сказал, базовые блоки. Как правило, перенос при наличии темы занимает в зависимости от квалификации условно от пару дней до пару недель, то есть перенос достаточно быстро переходит. Но плюс опять же огромный заключается в чем? Гидро обновляется 3-4 раза в год бесплатно, расширяется функционал. Поддержка именно разработчиков по WordPress намного больше. вот мы попали в некий личный кабинет. Дальше мы непосредственно нажимаем получить IP для интеграции. У нас есть некий код, мы его ставим в соответствующее поле. У нас с вами есть ID клиента. Сохраняем изменения. Дальше мы из списка выбираем то, что количество сайтов может быть разное. выбираем тот сайт, который у нас присутствует. Сохраним настройки. И таким образом телефон указал свой. Ну да, вот это. Пока. Я вообще другой хочу. Без проблем. У нас получается точно такая же статистика по количеству звонкам и количеству просмотров открытия самого виджета. А теперь я вас попрошу сделать один очень интересный момент. У нас появилась кнопка. Нажмите, пожалуйста, кто-нибудь сейчас со своего компьютера. Один человек всем не нужно. Хотя бы один-два звонка мы сейчас сделаем тест. Вот на трубочку нажать, вбить свой номер телефона и посмотрим, каким образом работает данный сервис. Те, кто ведут блоги, те, кто ведет непосредственно по продажам, по каким-нибудь справочнике, добавьте данный раздел. У вас будет такая уникальная возможность пообщаться непосредственно с клиентом. Узнать, что устраивает человека на вашем сайте, какие проблемы у него возникают. Вы вот этим драгоценным опытом старайтесь, можно большего собирать и непосредственно реализовывать или иные задачи. Потому что насколько качественно будет ваш выполнен проект, настолько количество людей, огромное, допустим, будет пользоваться вашим ресурсом, вашей информацией. Допустим, если вы сделаете достаточно трудный доступ к вашей информации, у вас будет маленькое количество пользователей. оптимизируете, сделайте мобильную версию сайта, увеличите, допустим, скорость загрузки, оптимизируете, то у вас больше клиентов будет проходить, больше будет обращения, соответственно, больше будет популярность. Сайт будет быстрее расключен, быстрее подниматься в позиции. Есть кто-нибудь? Отвечаем. Нет, я смотрю. А, никто не нажимает? Секунду идут? Нажать нужно, наверное, А, отвечаем. Стоп. Пропущен звонок. Пробуем еще развонить. Давайте другой прозвонить. телефон не туда. Не важно, будет ходить звонок. Не, я понимаю, я не это. Используется будет виртуальный ТС, получается, здесь схема будет следующая, то есть, вам как владельцы будет поступить входить звонок, с этого сервиса. И виртуальный ТС сделать перед результатом непосредственно ваш телефон, который вы указали. Идет соединение двух абонентов. Соответственно, минуты троица, запись разговора будет ввестись. Но уникальность заключается, я вам сейчас покажу в следующем. Нужно хотя бы проходить, не приходить? Нет, но вроде всякие есть. У нас ничего не получается. Почему? Вы знали? 27 секунд там обещает. Да, да. Не звонок, так попробуйте еще раз. Отвечаем. Отвечаем. Конечно, звонок не страшно. кто у нас звонил? Ожидайте соединения с такого. Отвечай. И немножко поговори. Алло. то есть мы с вами слышим, правильно? Момент. Заканчиваем звонок. А теперь смотрите самый интересный момент. Почему вы будете жить именно внутри самой консоли? буквально. Мы заходим с вами в нашу консоль замечательную. Открываем раздел Dell Leadback и после совершения хотя бы одного звонка у нас появляется раздел звонки. Скорость интернета немножко подводит. Раздел звонки. Оно у вас в консоли. Вы буквально в консоли. Вы можете непосредственно именно возможность самой WordPress это открыта платформа Ребята выставляет с этого Leadback различные инструменты по интеграции мы не берем эти инструменты элементарно интегрим функционал в саму консоль. То есть я сам использую данный виджет звонка я знакомился и постановил у ребят у них был определенный функционал я напрямую вышел с разработчиками просил их добавить определенное количество функционала полей и уже непосредственно дали мне такого возможности после этого был разработан плагин и теперь буквально вы саму консоль можете посмотреть ID номер запись звонка можно скачать дату время номер менеджера и сайт которого был совершен тотальный звонок Можно же обогатить информацию клиенте из социальных сетях по номеру телефонов весь портрет можно данную информацию пока не предоставлять ребята понимаете смысл в чем нам нужно базу данных откуда-то получить ребята сервис летбек они информацию не предоставляют пока потому что телефон привязан вконтакте не публично не показывается что еще раз можно через смс свежить когда мы зашли непосредственно на этот сервис заходим в раздел звонки мы получаем точно такой же отчет нам не нужно открывать не яндекс метрику нам не нужно открывать не вот этот сайт мы непосредственно получаем доступ интеграцию полностью внутри самой консоли и этот проект можно развивать дальше то есть различные социальные сети количество просмотров постов количество посещения и так далее можно развивать наращивать функционалы в вашей консоли насколько хватит вашей фантазии и соответственно бюджеты и возможности и навыков специалиста программиста вопрос такой на один номер только звонки добавляешь любое количество номеров здесь укажешь несколько сайтов укажешь последовательность дальше с этими ребятами есть 8800 номер телефона вниз справа и проработать рекомендую всем попробовать поставить причем ссылочка на регистрации есть буквально в самом плагине установили нажали попробовали посмотреть а это только по России звонок идет или можно например есть ограничения там по ценам немножко отличается с других стран это нужно с ними решать с Казахстаном я пробовал с Казахстаном проходили звонки но были там слишком дорогая цена были допустим с Турцией были попытки наладить такое-то именно общение но сервис как говорится ориентированно по странам и цена политики не всех устраивает нужно этот момент учитывать ходить звонок это с ними уже с ребятами может быть конкретно потом а если такими подобными сервисами именно интересные на СИП-телефонию на бесплатную СИП-телефонию вы каким-нибудь СИП-телефонически используетесь? какой? СИП-нет но там СИП-протокол позволяет звонки между... я понимаю смысл в чем если у ребят есть так называемый протокол REST-API он имеется можно связать можно написать данный функционал запрос и таким образом в консоли выводить статистику по звонкам что-то СИП-телефония то есть проблема очень веет все верно без проблем и бесплатно и бесплатно и выводить полно статистику мы получаем милитарную информацию о звонках записи разговоров и выводим просто ее в том формате который нам нас устраивает то что нам требуется наверное все из консоли мы выходим общий момент мы получили по бэкапу буквально пару слов есть большое количество плагинов на русском языке не на русском языке которые реализуют тоже кстати хорошим которые реализуют бэкап база данных и практически вашего пайла системы вашего сайта скажем так вы можете их использовать самое золотое первое правило делайте бэкапы как можно чаще потому что если вы не сделали бэкап и у вас нагрелся сервер либо еще что-то случилось не дай бог вы теряете полностью ваш проект да можно вопрос а где хранятся бэкапы на стороне есть несколько много вариантов допустим есть бэкапы которые хранятся в дробоксе он может интегрировать с ваннрайвом допустим с разными облачными хранилищами зависит от того как у плагина вы выберете интеграции есть в большом количестве причем вы именно бэкапите конкретно можете выбрать какие файлы либо полностью весь сайт и конкретно базу данных то есть новости страницы либо полностью все базу данных но как правило я рекомендую вас использовать именно хорошие качественные хостинги такие к примеру как таймвеб мастер хост и так далее данные хостинги делают автоматически бэкап на протяжении допустим последних трех дней либо более если этот план позволяет вы оплачиваете делаться там за две недели бэкап в первую очередь нужно настраивать отдавать предпочтение именно этой интеграции потому что если вдруг вы забыли нажать кнопку либо назначить расписание у вас там не хватило физически места файлов у вас бэкап не выполнится потому что потольные ошибки места не хватило у вас бэкап нету провайдер за последние пару дней хранят вот эту информацию вы можете в дальнейшем использовать не выбирайте дешевых не выбирайте скажем так именно хостингов выбирайте там где есть телефон поддержки где попробовать зарегистрироваться запустите куману писать написать в техподдержку различное количество вопросов поздравить насколько быстро и оперативно реагируют ребята в каждой консоли есть конкретно восстановить из бэкапа за какую-то промежутку времени то есть разработчик допустил ошибку сломал сайт из-за результата ошибки там стерлась база данных либо удалилась часть информации вы буквально нажатием там пару кнопок зайдя в саму консоли можете восстановить опять же установив плагин если у вас нарушилась работа самого сервера либо у вас нарушилась условно там PHP какая-то ошибка вдруг высочила в рамках вашего сервера данный плагин не заработает потому что не работает само гидро вордпресса есть ошибка бэкап уже выполнен не будет то если вы допустим обратили внимание то что спустя неделю ваш сайт все-таки не работает что маловероятно тем не менее вы всегда вкосинга сможете восстановить за последние там 3-4 более дней конкретно вот то состояние то есть те файлы те фотографии тот материал который у вас есть дальше уже либо самостоятельно развернуть восстановить моменты либо сделать пригласить опять же специалисты привлечь до который настроительные моменты это то что касается бэкапов то есть не забывайте делать если есть кнопка возможность нажимаете как можно чаще поверьте мне это самое первое правило не раз обожгетесь потом будете вспоминать нету абсолютно то есть конкретно по провайдерам относительно кто каким сервисом пользуется облачным яновь диском кто-то google drive пользуется выбирайте то что вам удобно допустим если у вас в google drive есть место а сайт вашей есть полтора гигабайта выучите то что настройки каждые 3 дня каждые 3 дня у вас полтора гигабайта будет плюсоваться будет добавляться именно архивы ваших сайтов потом ручки можете естественно удалять какой-нибудь плагин для защиты сайта от взломов или хорошую разработчик помните плагин не нужен смысл в чем самое ядро вордпресса защищено достаточно то есть на сегодняшний момент насколько я знаю да вордпресс еще не взломали само ядро взломают темы взломают плагины условно если у вас есть сайт на котором установлен определенная допустим установлен какая-то тема да либо есть какие-то плагины и у вас такая ситуация то что вы их вовремя не обновляете эти плагины а после обновления закрываются дыры через которые можно взломать ваш сайт вы функционально допускаете вот именно возможность довольного взлома то есть здесь даже плагин будете вы используете плагин ведут общие рекомендации по закрытию тех или иных портов довольного функционала да лучше в свое время обновление ядра как только вышло сразу же обновили сам движок обновили сразу же как вышло обновление непосредственно плагину тему соответственно это 100% гарантия того что ваш сайт не взломают если это частный случай допустим да конкретно вы разработали свою тему наимите допустим человек со стороны опять же другого программинистра просто проверил безопасность на наличие дыр в вашу тему условно если дано сделано потому что программист допустим может быть хорош и качественно сделал красивый дизайн но с точки зрения программинистра он будет не самым хорошим специалистом по навыкам соответственно он может использовать ту функцию либо тот скажем так тот класс который устарел и имеет определенные проблемы либо написал изначально ошибки то есть непосредственно тестирование использование плагинов не даст вам 100% гарантии того что ваш сайт будет работать не будет взламываться элементарно вы дали доступ вашему автору он написал новость внизу он добавил JavaScript нажал опубликовать и эта страница заражена то есть только непосредственно постоянно работая именно самим кодом максимально вы чуть-чуть тратите больше времени но уже будет больше гарантии того что вас не взломают будет меньше проблем в дальнейшем да мы сейчас разберемся я сейчас вспомню просто вы не обновили интерфейс я очень редко работаю именно с воротами до того обновили сейчас интерфейс нужно будет вспомнить добавить разберемся еще вопросы должно быть много что такое Google Tag Manager это некий сервис который позволяет ставить один кусочек JavaScript условно он просится делать сразу после тега body когда мы открываем само тело сайта мы ручки не добавляем смысл в чем вся суть плагин заключается в том чтобы добавить вот эту одну единственную строчку после тега body не нужно устанавливать плагин достаточно открыть редактор темы вставить ручками и все будет готово нельзя пока не получается отловить именно после body но при заменении при изменении темы он церковь будет сразу да 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 то есть нет пока функции потому что либо разработчик должен разработать тему с таким уклоном да условно сказать что после этого тега вставляю из таких-то настроек какую-то строчку условно да тогда это будет работать это в принципе дописывается там нужно писать пять строчек кода и в теме дописать одну строчку для того чтобы вот в этом месте выводилась информация из настроек допустим вордпресса там добавить одно поле кастомное где прописать это в google тег менеджер и выводить в этой теме но опять же если мы поменяем саму тему нужно будет обратно продублировать этот код на вставку а тег менеджер позволяет условно вы вставили всего лишь один код на ваш сайт допустим в тему после тега body и со стороны уже google тег менеджер некого сервиса накручиваете вот эти дополнительные коды счетчиков верификации проверки метрики и так далее уже из-за этого интерфейса он автоматически делает подстановку здесь нужно смотреть что конкретно вас устраивает будут заменены да да будет меняться ну так в чем когда вы берете тему в самой теме открываете код допустим там главная страница либо постов оформления либо шапку либо футер и ручками дописывать тот или иной функционал когда выходит новое обновление темы вы нажали кнопку счастливый вышло новое обновление нажали кнопку обновить прочитали предварительно что там нового добавилось получается ваша тема просто перезаписывается перезатирается все те изменения которые у вас были и в стиле и в темах и так далее и соответственно все ваши наработки удаляются есть решение данной проблемы решение данной проблемы называется дочерние темы родительские темы то есть вы прописываете вы создаете еще одну тему которую прописываете специально там строчка да то что я вот родители вот эту тему соответственно да добавляете тот или функционал тему обновляете а ваш код остается в других файлах. И они, соответственно, не обновляются, не перезатираются. Единственный вариант. Других вариантов нет. При обновлении он будет перезаписан. Дочернюю тему мы создаем, соответственно, и уже можно почитать информацию, либо отдельно провести лекцию на эту тематику, если будет интересно.